Ажиотаж в пенсионном фонде Каннские пенсионерки идут за перерасчётом пенсии в связи с изменениями в законодательстве Духовно-просветительский центр будет выполнять несколько функций В Каннске откроется духовно-просветительский центр, на базе которого разместится воскресная школа Мы вывели все отделения, не просто показательные выступления, а сделали интерактивные площадки Показательные выступления спортсменов, соревнования и весёлые старты Также и Теликанска отпраздновали День физкультурника И теперь обо всём подробнее В выходные в Каннске стояла аномально жаркая погода Тем временем на Бородину обрушился сильный ветер и град Шквалистый ветер нанес урон некоторым жилым домам и социально значимым объектам В результате сильного порыва сорвало крышу Бородинской средней школы номер 2 К счастью, никто не пострадал В сети интернет местные жители рассказали, что в то же время в городе прошёл крупный град, который сильно повредил урожай Что же касается погоды в нашем городе, то синоптики обещают, что жара спадёт 8 августа до 20 градусов, возможно, небольшой дождь К выходным температура вновь повысится, но сохранится пасмурная погода К другим темам Десятки человек в день Очереди с 7 утра В отделе пенсионного фонда Каннска не протолкнуться уже вторую неделю Пенсионеры женщины ринулись за прибавкой к пенсии 400-й закон о страховых пенсиях разрешил засчитывать в трудовой стаж отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет Изменения в законодательстве коснулось женщин, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года В зависимости от длительности декретного периода производится перерасчёт С заявлениями в Каннский отдел уже обратились около 3000 пенсионерок При этом каждая пятая получила отказ Ни о каких тысячах рублей на отбавки речи не идёт, говорят в фонде Государство разрешило за год декрета начислять не более 1,8 балла Напомним, что стоимость одного балла составляет чуть более 70 рублей Однако, даже несмотря на столь небольшую сумму, в пенсионном фонде люди готовы стоять в очередях по долгу Я уже третий раз стою в этой очереди, третий раз Конечно, долго, а тут же есть ещё пожилее, чем мы люди Это что за бардак за такой, а? Почему нельзя сделать ещё одного человека, посадить и записывать? Это что такое? Пожилой возраст, духота в холле и многочасовые очереди негативно влияют на здоровье людей Руководство фонда рекомендует пенсионерам поберечь свои нервы и нервы сотрудников и записаться на приём по телефону У нас только клиентская служба, только 6 установочных мест, которые принимают по данному вопросу Это много 6 человек, мы работаем с 9 до 5, в пятницу до 4 Что сделали дополнительно с других отделов снятые люди для того, чтобы принимали звонки Мы его обозначали по вашему каналу до 2.05.12 Нужно записываться Никакие сроки не ограничены по этой корректировке, по этому перерасчёту Поэтому ничего не случится, если вы придёте завтра, послезавтра, в августе, в конце августа, в сентябре и так далее Для Каннска разработают правила благоустройства В нашем городе появится единый архитектурный ансамбль Сейчас над этим работает служба заказчика администрации города Специалисты разрабатывают требования к оформлению территорий многоквартирных домов и общественных пространств Подробности в сюжете корреспондента Татьяны Каркешко Необходимость разработки правил благоустройства возникла в связи с реализацией в нашем городе федеральной программы «Комфортная городская среда» Напомним, в список дворов, которые благоустраивают, вошли 109 адресов 53 двора отремонтируют этим летом Работы начаты и подрядчики даже уже вышли на финишную прямую Строители работают по определённому перечню требований к малым архитектурным формам Ограждению, виду покрытия Будут соблюдены и требования к доступности среды для маломобильных граждан Раньше никаких правил не было А сейчас будут заноситься требования именно что и как должно быть То есть вот как должны быть установлены То есть что должно быть в наличии Детские площадки, озеленение, какого вида покрытия, да Какое наполнение Вот это вот всё в правилах благоустройства будет сейчас установлено Ранее этого в правилах не было Это, скажем так, новая, большая, очень обширная, очень спорная глава Разработают правила и для домов частного сектора С жильцами будет подписано специальное соглашение И уже сейчас далеко не всех это устраивает Ведь речь идёт об индивидуальном строении И хозяин вправе проявлять свою индивидуальность в оформлении своего жилища Собрание с хозяевами частных домов пройдёт 8 августа в 16.00 Вы знаете, я думаю, что, наверное, будет две стороны Будут и положительно, будет и негативно Потому что, ну, как бы мы уже немножко говорили с вами об этом Ведь разные люди живут на улице Допустим, живёт тот, кто будет положительно относиться Кто будет сзада Я скажу, вот, да, мне нравится, я сделаю одинаковый забор Я там сделаю одинаковый полисадник А кто-то, допустим, не сможет этого сделать Поэтому я думаю, что будут и положительные, и отрицательные эмоции Добавим правила, благоустройство и содержание будут распространяться Не только на многоквартирные и частные дома Предпринимателям, которые имеют промышленные и административные здания В черте Каннска также придётся облагораживать Предлегающую к их предприятиям территорию по установленным правилам Татьяна Каркешко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал В Каннске появится духовно-просветительский центр Расположится он на территории Свято-Троицкого собора Сейчас строительство вышло на финишную прямую Открытие центра намечено на 1 сентября Леонид Юрков расскажет подробности Будущий духовно-просветительский центр Вот он, прямо за моей спиной Его строили, что называется, всем миром Помогали как крупные меценаты, так и обычные прихожане Каннска Сейчас строительство вышло на финишную прямую Открытие центра намечено на 1 сентября Этот класс будет принадлежать детской учебно-воспитательной группе То есть младшей группе Здесь будут заниматься детки младшего возраста Примерно до 12 лет Которые будут здесь изучать закон Божий И, соответственно, евангельские основы Отец Виктор с удовольствием рассказывает нам о новом классе для воскресной школы Здесь практически все готово к занятиям Есть мебель, доска, шкафы для книг Рядом за стенкой конференц-зал на 50 мест Все по последнему слову техники Хай-тек-кафедра для выступлений Доступ в интернет, проектор Здесь каждый желающий сможет узнать все о Слове Божьем Как говорить о важности или как можно переоценить этот центр Как можно представить себе школу без класса, где занимаются ребятишки Точно так же и духовно-просветительский центр получит Будет, наверное, началом многих духовных начинаний наших каннских жителей Кроме того, духовно-просветительский центр оснащен собственной кухней и трапезным залом Это удобство позволит расширить функционал центра Ведь занятия можно будет проводить практически беспрерывно Духовно-просветительский центр будет выполнять несколько функций Это, конечно же, образовательная функция, миссионерская функция Здесь будет размещаться также воскресная школа Воскресная школа будет работать и для детей, и для взрослых Здесь будут проводиться лектории с участием профессорско-преподавательского состава Московской духовной академии, Смоленской духовной семинарии Стоит отметить, что все готово лишь внутри центра В то время как снаружи все еще идут строительные работы На их завершение священнослужителям еще предстоит забрать порядка полутора миллионов рублей Но, как говорят благочинные каннского прихода, с Божьей помощью получится все Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости Сразу после небольшой рекламы вы узнаете, почему вчерашние школьники все больше стали отдавать предпочтение среднеспециальным учебным заведениям Каннска Как получить денежный грант и кто в этом может вам помочь? Также мы расскажем, как Каннск отпраздновал День физкультурника и какая погода ждет вас на предстоящей неделе Не переключайтесь У цветов есть глаза, уши и даже рот И наши розы умоляют Не продавайте нас так дешево А мы будем Сенсационная цена в маме розе Эквадорская роза, крупный бутон, всего 69 рублей Мама роза, 40 лет октября 50 И московская 76 Звоните в 3900 Радиомир хорошо звучит Радиомир 12 августа День города Каннска С 10.30 празднуем на площади имени Коростелева С 19 на поляне в районе улицы Красный Огородник Приглашаем гостей и жителей города Продолжаем цикл сюжетов Город, который мы создаем сами Приуроченный ко дню рождения Каннска Вопреки устойчивому стереотипу Что преобладающее числом молодежи нашего города Выбирают высшие учебные заведения Популярность среднего профессионального образования Неустанно набирает обороты О том, почему большинство Выпускников школ выбирает Сузы Каннска Расскажет Анастасия Трикос Очень долго колледж или техникум Воспринимали в обществе Как ступень образования Более низкую, чем вуз Однако статистика последних лет Говорит о другом Популярность этих учебных учреждений Растет среди абитуриентов Еще в 2009-2010 году Лишь 20% выпускников 9 классов Принимали решение продолжить обучение В среднеспециальном учебном заведении Или профессиональном училище Сейчас эта цифра возросла до 40-50% Среднепрофессиональное образование Учит жить, учит практики И учит занимать активную жизненную позицию Сегодня критиканов у нас много Нужно научить человека трудиться Зарабатывать деньги И быть ответственным за свою работу На сегодняшний день работодателю Нужны специалисты с практическими навыками Которым обучают как раз таки в СУЗе А в университетах обучение посвящено Прежде всего теории Редкий вуз может похвастаться Большим количеством практик Кроме этого, как например это делают В Каннском технологическом колледже В СУЗах более подробно идет Активное сотрудничество с потенциальными работодателями Регулярно проходят ярмарки вакансии В нашем городе несколько таких учебных заведений В каждом из них выпускник 9-го или 11-го класса Может без труда выбрать себе специальность по душе Здесь большой спектр технических специальностей Тех, которые как раз мне интересны с самого детства Здесь я получил много новых знаний Сумел проявить себя Не только в учебной, но и в общественной И культурной деятельности Еще одним из главных плюсов учебных заведений Каннска Является достаточное количество бюджетных мест Комфортабельные условия в общежитиях И огромное множество внеурочных занятий Направленных на развитие творческих и спортивных талантов У нас здесь довольно активная жизнь Можно участвовать в различных конкурсах Петь, танцевать Участвовать в самодеятельности Также во многих днях здоровья у нас проходят На сегодняшний день по очной и заочной формам обучения В среднепрофессиональных учебных заведениях Каннска Обучаются более трех тысяч человек И это число постоянно растет Так же, как и количество молодых людей Решивших остаться в нашем городе И продолжить свою карьеру на рабочих местах Каннска Грант на реализацию своего проекта получить будет проще В Канске начинает свою работу Центр поддержки общественных инициатив Функцией которого станет оказание помощи Общественным объединениям и активным горожанам Консультирование некоммерческих организаций В том числе в плане проектной деятельности В этом году на базе Центральной библиотечной системы Начала свою деятельность некоммерческая организация Центр поддержки общественных инициатив «Луч» Администрация города совместно с НКУ «Луч» Была подана заявка на получение субсидий На реализацию деятельности Центра Субсидия одобрена И с сентября Центр начнет работать в полную силу Есть активные граждане, у которых, допустим, есть очень хорошая идея Они могут обратиться, допустим, в ресурсный центр Мы можем подыскать какую-то организацию Уставные цели, которые подходят Для по той или иной теме, допустим И можем вместе написать, допустим, проект какой-то Это может быть и благоустройство Это, ну да, вообще на самом деле тем очень много Это и помощь инвалидам, и помощь детям-сиротам И там, не знаю, вот вы свой можете двор облагодарить Подобные центры уже существуют в нескольких городах края Благодаря их деятельности множество проектов Поддержано на краевом и государственном уровне Стоит отметить, что три «Каннские идеи» уже в этом году Получили финансовую поддержку по программе «Социальное партнерство» Во имя развития Один из них – театр книги в Чеховке Проект рассчитан на молодежь города, на творческую, активную И в рамках проекта мы предполагаем создать театр книги при библиотеке То есть, где сама молодежь будет участвовать в театрализованных постановках В читке каких-то книг громких То есть, не только То есть, мы главную цель здесь ставим, конечно же, популяризации книги и чтения Привлечь молодежь к чтению этих книг И поставить театрализованные постановки по известным классическим произведениям 91 200 рублей, которые получила библиотека, будут потрачены на одежду и декорации для сцены Костюмы, звуковое оборудование и рекламную продукцию Добавим, что со своими проектами и идеями вы можете обратиться в молодежную библиотеку Центр поддержки общественных инициатив начнет свою работу с сентября Несмотря на изнуряющую жару, которая буквально поглотила Канск в минувшую субботу Жители целыми семьями пришли на стадион Текстильщик Для того, чтобы поддержать спортсменов города в их профессиональный праздник О том, как прошел День физкультурников в Канске, в репортаже Анастасии Мосиной Половину из всех спортивных направлений, которые культивирует Канск Организаторам удалось представить на Дне физкультурника Всего в городе порядка 30 видов спорта, которые успешно развиваются А сегодня на стадионе Текстильщик мы насчитали порядка 15-16 В том числе вот такая необычная площадка для занятий пляжным волейболом В такой жару девушки босиком на песке смотрятся очень гармонично Если не учитывать тот факт, что пляжный волейбол для Сибири почти экзотика В Канске нет ни отделения, ни федерации по этому виду спорта Зато есть обычный волейбол и обычные волейболистки Которые с удовольствием вышли на площадку, которую вот уже второй год подряд готовят специально к празднику Постоянно у вас тренировки будут? И чем отличается игра в спортзале, в волейбол, на паркете или игра на песке до сих пор? В спортзале более командная игра, мы играем 6 человек на поле, тут всего 2 человека и тут на песке Тяжелая атлетика, футбол, несколько видов борьбы, бокс и многие другие виды презентовали детско-юношеские спортивные школы Каннска в День физкультурника Одно из самых массовых направлений в городе – самбо Им занимаются более сотни мальчишек и девчонок Среди них есть члены краевой сборной Конкуренция в регионе очень серьезная, признаются тренеры На соревнованиях очень много народу присутствует Ну, тем более, сейчас заплатим еще и женское самбо есть, и мужское Вот проходил федеральный волк, было около 700 участников Конкуренция очень большая, и вот у нас в Перенце чемпионат Сибирско-федеральный округ Это 12 регионов Сибири приезжает, нас собирается в пределах 700-700 участников Каждый должен быть готов к труду и обороне Важным событием Дня физкультурника стало награждение жителей Каннска, которые справились с нормами ГТО Алексей Прутовых, Иван Сергеенко и Артем Евдокимов получили свои первые золотые значки Подтягивание, бег 100 метров, бег 3 километра и упражнение на гибкость А по выбору, по-моему, 8 нормативов, но из них надо 4 сдать на золото Ну, там есть такие, как плавание, бег на лыжах, стрельба из винтовки и все как бы Ну, как ты справился? С легкостью или нет? Да, для нашего возраста это, в принципе, не сильно сложное упражнение Самые яркие представители спортивного сообщества Каннска выступили с показательными номерами Однако этим не ограничилась программа празднования Во второй части мероприятия начали свою работу интерактивные площадки Более детально, что ли, подошли к проведению праздника Мы вывели все отделения, не просто показатели выступления, а сделали интерактивные площадки Как только закончатся показательные выступления, каждый ребенок, который пришел сегодня поинтересоваться Или родитель, он может увидеть интерес ребенка к какому-то виду спорта И тем самым не просто почитать где-то в интернете, а выйти на ковер Или выйти на спортивную площадку, поиграть с мячом, с шайбой и так далее Попробовать себя в каком-то виде спорта Также прямо на стадионе были сформированы команды, которым организаторы предложили пройти квест Пять площадок и пять испытаний По окончанию победители были награждены Добавим, Канск отметил День физкультурника за неделю до официальной даты празднования Организаторы так решили, чтобы не проводить два общегородских мероприятия в один день Напомним, 12 августа Канск будет отмечать День города Анастасия Мосина, Александр Минеев, телекомпания Канск, 5 канал Впереди вас ждет прогноз погоды на вторник А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65 С вами была Ольга Ванеева Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok День города Здравствуйте! В студии Анастасия Трикос и вы смотрите прогноз погоды на 5-м канале Прогноз погоды представляет общество с ограниченной ответственностью ГОБИС. Официальный представитель агрохолдинга «Ариант» предлагает свинину, охлажденную в тушах, полутушах, курицу замороженную, а также свиную шею, окорок и лопатку по адресу Комсомольская 1А, база «Город мастеров». Далее прогноз синоптиков на ближайшие пять дней. Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных. Не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. Далее о том, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. 8 августа облачно, дождь, ветер западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура ночи плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, плюс 24. Помните, у природы нет плохой погоды. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!